Всем привет! Гороскоп на 6 сентября 2021 года. Для всех знаков зодиака. Идёт четвёртая фаза Луны. Как и вчера, Луна в знаке Льва. Продолжается 28-й лунный день. В 3 часа 5 минут Луна переходит в знак Девы. А с 4 часов 11 минут и до 3 часов 51 минуту следующего дня 29-й лунный день. 29-й лунный день. Достаточно сложный и тяжёлый день, расположенный рядом с одной из критических точек – новолунием, в связи с чем энергетически очень насыщен. Исчезновение Луны в небе сопровождается всеобщим упадком, состоянием подавленности. Сегодня люди чувствуют себя не очень хорошо. Они могут испытывать ничем не обоснованную тревогу или панику, могут впасть в депрессию или наделать глупостей. Всё это – следствие недостатка энергии. Сегодняшний день сопровождается иллюзиями и катастрофами. Не рекомендуется отправляться в путешествия, возможны аварии. Водителям следует быть осторожными на дорогах. Сегодня следует избегать всего тёмного. Тёмных углов, переулков и помещений, мутных источников, загрязнённой воды. При наступлении темноты осветите каждую комнату своей квартиры. Для освещения используйте как электрический свет, так и пламя свечей. Можно сжечь лампады и окуривать квартиру багульником. Перед сном желательно принять душ. Вода успокоит тело и смоет с него негативную и тёмную энергию. Соблюдайте осторожность во всём, будьте внимательны, переходя дорогу. И даже просто нарезая овощи, сегодняшний день несёт в себе травмы и несчастные случаи. Очищайтесь мысленно и духовно. Не держите в уме зла и не затаивайте обиды. Переживания будут седать вас изнутри, поэтому гоните их прочь. Подходящий день, чтобы избавиться от назойливых людей, которые лезут в душу, лукавят и только притворяются вашими друзьями. Не верьте нищим советам, прогнозам и обещаниям. Сегодня люди дают ложную информацию, вас окружают сплошные иллюзии и обман. 29-й лунный день несёт в себе негативную энергию, поэтому нельзя гадать, проводить какие-то обряды и коллективные мероприятия. Также нельзя начинать или планировать что-то новое, даже в уме. Не приобретайте ничего нового. Покупка окажется бесполезной или бракованной. Не заводите новых знакомств. Они влекут за собой пустое, бесперспективное общение. Занимайтесь мелкими житейскими делами. Если этот лунный месяц включает в себя 29, а не 30 лунных дней, то не опустите возможности поблагодарить судьбу за новые открытия и преподнесённые уроки. Подведите итоги и настройтесь на новый лунный цикл. Здоровье и питание Сегодня желательно поститься, практиковать смирение и воздержание. Постарайтесь максимально облегчить свой рацион, как в энергетическом плане, исключив по возможности убойную пищу, мясо и рыбу, так и в физическом – фастфуд, мясное, жирное и жареное. Постарайтесь сегодня готовить и кушать дома, в кругу семьи. Запрещено употреблять алкоголь, лучше уменьшить курение. Уязвимые места в организме находятся в области толстой кишки, не рекомендуется делать клизмы. Сегодняшние болезни обычно спровоцированы стрессом или завистью со стороны окружающих. Лечитесь у врача, которому полностью доверяете. В лечение вмешиваться не стоит, можно только поспособствовать исцелению. Уединитесь, соблюдайте пост, желайте добра окружающим. Любовь и отношения Постарайтесь сократить количество коммуникаций. Сегодня гораздо практичнее побыть одному, поразмышлять, подвести итоги месяца. Люди же склонны к обману и пустой болтовне. В супружеских отношениях возникает натянутость, недоговоренность. Не исключена возможность предательства или измены со стороны одного из супругов. Воздержитесь от секса. Сегодня он оказывает исключительно разрушительное влияние на организм. Зачатие ребенка перенесите на другой день. Работа и творчество. Очень плохой день для любых сфер деятельности. Все валится из рук, дела идут на смарку. Воздержитесь от активной работы и активного взаимодействия с коллегами, партнерами, начальством. Все служебные разговоры сегодня будут бессмысленны, проекты неудачны. Нельзя на чего начинать. Лучше даже не заканчивать то, что начали ранее. Одна ошибка может привести к краху всего, чем вы так тщательно занимались весь месяц. Крайне неблагоприятны любые финансовые операции. Нельзя брать и давать в долг. Нельзя подписывать договоры, важные документы. Не берите кредит и не носите с собой крупные суммы денег. Сад, огород. Если лунный месяц состоит из 29 лунных дней, то 29 лунный день предшествует кризисному моменту – новолунию. В день новолуния происходит смена ритмов. В этот момент земля перестает дышать и процессы, проходящие в растениях, приостанавливаются. Энергия в этот момент скапливается в корнях и у основания ствола, либо стебля. В такие дни не рекомендуют сажать и сеять. Плохое время для прививки. Нежелательно в этот день рыхлить, копать и корчевать, так как это может повредить корневую систему растений, которая затем с трудом заживает и восстанавливается. Зато это прекрасный период для искоренения сорняков и борьбы с вредителями, для обрезки деревьев и кустарников с целью удаления больных и засохших ветвей. Вся сила растений в этот момент собрана в корни, а потому это самое благоприятное время для сбора корнеплодов, луковиц, цветов, коренев. Максимальный уровень энергии скапливается и в семенах. Собранные в новолунии семена хорошо лежат всю зиму, а весной способны дать здоровые всходы и богатый урожай. Если вы не хотите пропускать ежедневные новые гороскопы, обязательно подписывайтесь на канал. Желаю всем удачного и благоприятного дня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и будьте здоровы! Ваш Полар Волф.